Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава, глава Шофтим, рассказывает о еврейской судопроизводственной системе. И так начинается, судей и стражников поставь себе во всех вратах твоих. Ну, вообще, о еврейской судебной системе можно говорить много. Скажем так, к примеру, что суд, который приговаривал человека раз в 7 лет, к кому, если бы раз в 7 лет был смертельный приговор, то такой суд считался очень жестоким. Вот, есть мнение, что раз в 70 лет, ну, вы понимаете, насколько жесток еврейский суд, что если раз в 7 лет не было даже приговоров, то вообще приговорить к смерти, это очень сложно. То есть, это не просто так. И когда недавно даже в Израиле были разговоры о том, что вы что хотите, чтобы была там система еврейского суда, тогда будут убивать за нарушение субботы. Так вот, чтобы убить за нарушение субботы, за нарушение субботы, действительно, полагается смертная казнь. Но для того, чтобы эту смертную казнь осуществить, нужно было сначала, чтобы человеку подошло два кошерных свидетеля и сказали, слушай, вот такой-то, такой-то грех ты не имеешь права делать. Именно конкретные, они должны быть конкретной, определить этот грех, конкретно его предупредить и сказать ему, что если ты еще раз делаешь, то мы, тогда тебя ждет такое-то, такое-то наказание. Если после этого человек делает этот грех, и есть два кошерных свидетеля, опять же, которые сами соблюдают шабар, что человек нарушил, если он это делает публично, понятно, то за это тогда его тоже могут приговорить к смерти. Но, опять же, для этого человек должен специально нарушать шаббат, то есть, и поэтому мы должны понимать, что нехорошо говорить другому еврею, если знаешь, что это никак не поможет, мы ему не говорим, что ты нарушаешь шаббат, там, или что еще такое. То есть, мы должны знать, как правильно сказать, потому что само предупреждение о нарушении является, как бы, частью уже наказания. Потому что, если есть два кошерных свидетеля, которые говорят, что ты нарушаешь шаббат и все остальное, то это уже не так-то просто со стороны еврейского закона. Ну, вернемся к нашему, к нашей недельной главе. Итак, в нашей недельной главе говорится, поставь себе стражников, судей стражников. И понятно, что должны быть судьи, которые дают какой-то приговор, выносят. Понятно, что должны быть стражники, которые этот приговор проверяют за тем, чтобы его следили. Но вот обращение, о котором мы говорим, да, то есть, оно очень странно. Поставь себе. Что значит поставь себе? И объясняет на это наши святые учителя, говорят так, что себе это во всех вратах твоих, что у каждого человека есть различные врата. То есть, наши глаза это врата зрения, наши уши это врата слуха. То, что мы кушаем, мы должны понимать, что мы кушаем, что можно, что нельзя. Для этого нам нужны стражники, которые, и судьи, понятно, которые будут говорить, что можно, что нельзя. Но самое важное, как я считаю, это судья и стражник, это никто иной, как наш мозг. Да, то есть, вот наш мозг пишется в очень интересную вещь, наш разум. Пишется в очень интересную вещь, что есть яцерара, есть яцертов, то есть, это злое начало и божественное начало. И они между собой, как бы, дерутся, сражаются за, кто будет в доме, в городе, хозяином, кто будет царем в городе. Как говорится, нельзя, то есть, это голова без царя, да, человек без царя в голове считается сумасшедшим. То есть, человек должен быть царь в голове. И теперь вопрос, кто будет обладать руководством нашего тела. То есть, если, как бы мы говорим, ну, обычно мозг руководит телом, понятно, мозг, но мозг, он тоже подвластен разными эмоциями. То есть, если наша яцерара захватит наше тело, что значит захватит, она победит, то она будет уже пользоваться нашим разумом для того, чтобы получить запретный плод. Она будет думать, как лучше украсть, она будет думать, как лучше, там, сделать другое нарушение. И поэтому, когда мы говорим, у нас есть такая система, да, что тоже и в нашем теле есть борьба. И должен быть сначала судья, мы должны давать себе точную здравую оценку своих действий, что мы делаем, зачем мы делаем, почему мы делаем, да. И мы должны уметь говорить себе правду, то есть, себя судить. С другой стороны, есть еще одна очень важная вещь, о которой мы должны сказать. И в другом месте пишется, что мы говорим такую фразу «Дин в хэшбон». Мы говорим сначала суд, то есть закон, а потом хэшбон – это проверка твоего действия. То есть, другими словами, да, мы сейчас входим в месяц Элун, тоже это очень важно, мы тоже отметим это. У нас сегодня Рашходыш, месяц, который милосердие, месяц, когда пишется «Царь выходит в поле». Но это отдельная тема, а сейчас мы говорим о том, что нелогично как-то сказано, что сначала будет вынесение приговора, то есть, ты сам себе вынесешь приговор, то есть, «Дин» – это слово суд, ты постановишь суд, а потом хэшбон. Хэшбон – это слово «считать», проверять свои действия. То есть, что-то совсем не порядка, по идее должно быть наоборот. Сначала должен быть хэшбон, а потом должен быть Дин. То есть, если нету Дина, нету хэшбона, понятно. Вернее, наоборот, если нету хэшбона, как же можно сделать Дин? То есть, сначала проверяется, сначала, а потом делается, выносится приговор. И сказали наши мудрецы очень интересную фразу, что мы сами себе выносим приговор. Что сами себе выносим приговор. Есть такая фраза «БЦедек», да, то есть, справедливо, не только справедливо, а с милосердием. То есть, «Цедек» – это не только справедливость. Это понятно, что справедливость, но также «Цедека» называется от слова «Цедек». То есть, подходи определенным образом, подходи к своему близкому. То есть, когда ты будешь судить, то ты должен судить правильно. Что значит правильно? Мы прекрасно знаем, что мы можем себя всегда оправдать. Да, мы знаем, как мы относимся к себе. Мы знаем, что от нас требует, что мы сами от себя требуем. Каждый человек знает, как себя оправдать. То есть, в любом действии он найдет оправдание своим поступкам. Как бы он ни делал, он всегда находит оправдание своим поступкам. Да, он найдет оправдание в этой случае, в этом случае. Он всегда скажет, что я не виноват. То есть, если вы возьмете там даже закоренелок преступников, они тоже говорят, мы не виноваты, так случилось. То есть, мы всегда можем оправдать себя. Так, если мы можем всегда оправдать себя, то еще так же надо относиться к другому человеку. Мы тоже должны понять, то есть, пытаться его оправдать. Но, с другой стороны, если мы скажем, что мы будем оправдывать убийц, да, мы будем оправдывать человека, который ворует, человек, который, ты вот, что значит, ты его будешь оправдывать? Да, то есть, и здесь проявляется очень важная вещь, что нужно понимать. Что, когда мы говорим, что нужно оправдать другого человека, надо, во-первых, а, поставить себя на его место, б, мы должны знать, что у каждого человека есть потенциал, огромнейший потенциал, который есть у каждого человека. Этот потенциал, он настолько велик, что каждый человек может за минуту стать праведником. Что это значит? Что этот человек может за минуту стать праведником, да, то... То есть, мы должны понимать, что когда мы кого-то судим, да, то есть, мы должны видеть потенциал в этом человеке. У каждого человека есть потенциал. Каждый человек, в принципе, он хороший, да, и что это значит, что ты должен каждого человека судить, и как невиновного, да, ты должен пытаться найти в нем тот потенциал, ты должен пытаться, чтобы он, этот потенциал сработал в нем, сделать все возможное. Но еще очень важная вещь, которую мы сказали, из этого выучивают наши мудрецы, что каждый из нас является судьей. То есть, что значит, каждый из наших является судьей? Мы постоянно о чем-то слышим. Мы слышим, что там, о политике, там, мы слышим о других вещах. То есть, мы каждый раз слышим какую-то вещь, которая с чем-то связана, там, мы слушаем о соседе нашем, какие-то вещи, все. И каждый раз мы даем какую-то оценку его действиям зачастую. То есть, вот эти оценки его действия в результате являются, мы делаем сами себя судьей. Что значит, сами себя судьей? То есть, каждый делает себя судьей. То есть, подобно тому, как ты судишь другого, ты запишиваешь себе приговор. Что значит, ты запишиваешь себе приговор? Всевышний заставляет тебя быть судьей себе, но не на тебе, ты не знаешь, что речь идет о тебе. То есть, он делает специально, показывая тебе какую-то вещь, которая есть в другом человеке. Ты даешь какую-то оценку, и после того, как ты даешь эту оценку, Всевышний применяет к тебе ту же самую оценку, те же самые требования, которые ты требуешь от другого человека. То есть, один из примеров, важный пример. Говорят, что этот сипур произошел с самим Ротшильдом. Я не знаю, насколько с Ротшильдом, но то, что этот сипур имеет под собой основу, это 100%. Итак, перейдем к сипуру. Сипур такой, что как-то один человек работал у другого человека, и они держали кассу взаимопомощи. Есть такое понятие, у нас есть касса взаимопомощи, называется КМАХ. То есть, в этой кассе была определенная сумма, на эту сумму покупали различные вещи, которые там, еду для бедняков. Это была касса взаимопомощи. Однажды хозяин этого заведения, который заведовал кассой, уехал и оставил ключ и шифр от кода, он оставил своему помощнику. У помощника еще очень сильно болел отец. И когда вернулся этот человек из командировки, или, скажем, из отпуска, он спросил его, все ли нормально. Он говорит, все ли нормально. Тот отдал ему ключ и говорит, мне нужно поехать к отцу. Отец болеет, я должен заняться отцом, поэтому я уйду. То есть, он уезжает, идет к отцу. И хозяин этого дома, то есть, как бы, он открывает сейф и обнаруживает, что в сейфе нет денег. Он в шоке, он думает, что, наверное, взял его. Кто мог взять? У кого был ключ, у того был шифр. Тот мог взять? Больше никто не мог взять. Значит, естественно, он подозревает этого человека. Тем более, он говорит, что отец заболел. Может быть, там, отец больной в таком положении, каждый может сделать. Мы знаем, что разное положение может быть с евреями, и все. Ну, нужно говорить с ним. Он едет к нему. Вот. Приходит к нему и говорит, слушай, дорогой, ты знаешь, когда я уезжал, там была большая сумма. Я тебе оставил ключ, шифр. Я приехал, суммы нет. Ты мне можешь объяснить, как это было? Тот молчит. Он говорит, если ты взял, ты можешь вернуть. Никто об этом не узнает. Что вы думаете? Тот говорит, хорошо, я буду возвращать, только если можно, я буду возвращать постепенно, в течение года-то. Дай мне рассрочки, я это все верну. Тот говорит, хорошо. Он говорит, я дам рассрочки, никто об этом не узнает, верни, пожалуйста, все, что ты взял. Тот говорит, хорошо. Прошел год, тот вернул все, что он взял, как он говорил, и через еще определенное время споймали преступников, которые ограбили кого-то, и тем замом, они когда их начали крутить, они раскрутили, что в свое время они тоже ограбили вот сейф такого-то человека. И когда его вызвали в полицию, говорят, у вас украли деньги, сейф, он говорит, да, кто вам сказал, я уже все возместил. Он говорит, не знаю, как вы возместили, вот преступники, которые своровали эти деньги, они сознались, вот такая-то сумма там была, такую-то сумму они собрали, часть они потратили, вот что-то мы нашли, вот что-то вам компенсация, то есть что-то вы можете забрать, а что-то вы не можете забрать, потому что они уже потратили, мы будем думать, что делать дальше с ними, все. То он в шоке приезжает к этому человеку и своему работнику и говорит, слушай, почему ты мне не сказал, почему ты не сказал, что ты не украл? Он говорит, скажи мне, если бы я тебе сказал, что я не украл, ты бы мне поверил? Он говорит, ведь ключ был только у меня, да, шифр был только у меня, да, а вторая вещь, он говорит, посмотри, люди бы остались голодные, то есть мало ли того, что люди бы остались голодными у меня еще проклинали потому что сказали вот этот человек украл поэтому я решил погасить все со своими денег я думаю я заработаю отработаю погашу и он его тогда благословил говорит что подобно того как ты повел себя пусть и вышли благословить тебе даст тебе большие большие богатства говорят что этот человек это будет ротшильд тот самый ротшильд один из ротшильдов который потом впоследствии разбогателось той династии ротшильда итак мы слышим такую историю да человек любит судить он судит человека как бы любит судить нет но как-то еще по-другому можешь рассудить человека которые с которым произошло то та же история известная история которая произошла в свое время в иерусалиме тоже это за золотым наполеоном то есть монета золотой наполеон то есть она была там был страшный голод это монета было одного человека на и он ее хранил на черный день как наши бабушки на черный день один раз он пришел и увидел что ребенок что-то купил говорит за что его сын что-то купил горит что-то купил где ты взял деньги на шкафчике как на шкафчике и он выбегает только бы это не было золотой наполеон подходит да это был золотой наполеон говорит а сдача у тебя есть 10 огород там я не знаю 10 как какой-то маленькую монету тут думать нифига себе этот золотой наполеон это целое состояние он прибегает хозяин магазина начинает кричать ах ты сволочь что обманул ребенка забрал у него не знаю что он знает что такое он не знаю мне дал определенную простую монету я ему дал сдачу дал ему вот эту конфету и все больше ничего нету тот говорит я так не оставлю это дело и начал пускать рассказывать что вот так ребенок зашел золотым наполеоном вышел без золотого наполеона и вот этот человек его так обманул получается что люди начали так обходить его магазин стороной действительно знали что то у человека действительно наполеон знали всю эту историю начали ходить стороной человек результате разорился закрыл свой бизнес вот страшная история но через три года тот хозяин которого украли наполеон получает письмо он говорит вы меня не знаете я не знаю вас но как-то один раз и я шел по улице и был голод в израиле тогда был сильный голод я был голодный вдруг я вижу маленький ребенок играется с наполеоном то есть золотой монетой это золотая монета состояние сад я подумал раз он играется золотой монет наверно дома у него много ребенок что он понимает в этой монете я говорю дай его посмотреть и поменял я на другую простую монету вот действительно наполеон не сильно помог там выжить там то есть я его продал там все но я пришел время я сделал чулу раскаялся я понимаю что это вот голод прошел я должен вернуть вам этот наполеон и вот я вам присылает от наполеон и в конверте прилагался эта монета золотая и тут конечно получил свою компенсацию но другой уже закрыл свой магазин он уже остался без магазина да то есть мы иногда судим то есть мы должны судить человека не доказано как презумпция невиновности почему мы должны думать что человек виноват kidding доказатель человек не виноват мы не можем и должны быть присудяние и презумпции невиновность придумка невиновности это первая часть но вторая часть что мы также должны пытаться оправдать все и потому что мы знаем его потенциалом самый интересный то как мы судим в результате оборачивается против нас тем же свидетельством есть тоже много примеров на эту тему один из примеров то что был старым Давидом, потому что сам царь Давид, да, то есть мы не будем вдаваться, пишет тот, кто считает, что царь Давид согрешил, он сам грешник. Вот, царь Давид, ему понравилась Батшева, мы знаем всю историю с Батшевой, вот, и однажды к нему пришел пророк и сказал, скажи мне, вот если к тебе пришел человек, если ты был богатый человек, у тебя было много-много овец, большие стада, пришел к тебе бедный человек с одной овцой, который не знал, как правильно ее разделать, да, и ты бы взял ее, разделал, как бы, и съел ее вместе с ним, как бы это называлось, он говорит, ты что, говорит, человек грешник, он говорит, у него куча овец, он берет овцу у этого бедняка, он говорит, а ты как поступил, то есть что значит ты как поступил, он говорит, у тебя, ты царь, ты можешь выбирать себе женщин, там, каждая согласится быть твоей женой, а ты захотел именно жену вот этого человека, да, то есть, как до второго одна овца, несмотря на то, что царь Давид сделал все по закону, то есть, ну, мы уже говорили, у нас уже была лекция, можно сделать все по закону, но при этом страшная вещь, то есть, царь Давид послал его на войну, там, некоторые вещи, и царь Давид об этом раскаивался всю жизнь, хотя он не нарушил буквы закона вообще, но мы возвращаемся к опять же, к нашей идее, Всевышний очень часто ставит нашу ситуацию, так говорил первый раввинер, Вишай Агисер, он говорил, что у Всевышнего тонкое чувство юмора, тонкое чувство юмора, то есть, именно ситуация, которую ты больше всего обсуждаешь, больше всего, когда ты обвиняешь, тебя Всевышний всегда поставит в эту ситуацию, мы называем это эффект бумеранга, да, то есть, человек всегда возвращается именно в той ситуации, в которой он есть, да, помните, как это известная фраза, когда один мудрец взял череп и увидел, что это череп реэкранация фараона, и он сказал, ты топил, и тебя топили, но тот, кто тебя топил, тоже будет топленным, да, то есть, и поэтому мы сами себе пишем приговор, мы судим сами себя, то есть, мы смотрим на какую-то вещь и говорим, вот все, эта вещь должна быть по-другому, то есть, человек сделал абсолютно неправильно, но когда ты делаешь, ты уже себе вынес приговор, еще до того, как ты будешь делать хэшбон, Всевышний уже говорит, ты сам себе вынес приговор, когда-то ты сказал другому человеку, что он поступает неправильно, а сейчас ты сам себе поступаешь, сам себе вынес приговор, и поэтому мы должны быть очень-очень аккуратны в ведении разговора, введением любого переговора, который мы ведем. Нужно верить человека, что у него есть потенциал. Верить человека, что он не хотел бы это сделать. И знать, что когда ты говоришь о нем что-то, ты можешь завтра оказаться в его ситуации. Известна вещь, которую говорят наши мудрецы. Не суди человека, пока ты не попадешь на его место. И легко говорить, то есть не делает ошибок только тот, кто ничего не делает. Если ты ничего не делаешь, ты не делаешь ошибок. И где мы это видим? Смотрите, я могу сказать 1000 примеров на себя. Когда я кого-то вижу со стороны, и когда я вспоминаю сейчас, когда я нахожусь на своем месте, как я когда-то его критиковал, то я понимаю, что я критиковал на самом деле не его себя. То есть я себе выписывал приговор, потому что я не был на его месте. Когда я пришел на его место, такое же место, как у него, тогда я понимаю, насколько быть сложно на этом месте. То есть я примерил на себя не свое одеяло. Где примеры? Допустим, я скажу так, примеры честно Когда я... То есть это не обязательно, что ты должен судить Ты можешь судить вот здесь вот Ты можешь вот здесь вот подумать Тебе не обязательно это сказать Ты сам себе можешь вынести переговор вот здесь вот Один из примеров, когда я живу в Павлодаре Павлодар маленький город То есть ты видишь там других раввинов У тебя там простая машина Ты видишь других раввинов, у которых там больше квартира, больше машины, больше еще что-то И ты начинаешь думать, а зачем это нужно? то есть ты же зачем это тебе нужно и когда я прижал в астану то есть я видел скажем так один из примеров да то есть я видел какие-то вещи которые стал а я бы сделал так а я бы сделал то а я бы заметил это я бы заметил это я говорил себе это когда я приезжал сам себе говорю я никому не говорю допустим скажем одна из вещей там это жесткий матрас к примеру да то есть в гостевых комнатах когда я стал раввином астаны и когда я увидел то что я увидел дату у меня не было времени даже думать о этом матрасе если бы я когда-то не был в гостях я бы не знал что матрас вообще жесткий я бы не знал что просто не вообще маленькие да и они скатываются я бы это всего не видел то есть мне со стороны легко потому что я вижу знаете есть такой питгам говорят на иврите так как переводится так гость на секунду видит на годы да то есть он видит заходит на секунду но видит на годы или как правильно это перевести не знаю но он видит далеко да то есть он видит то что все не видят на потому что со стороны всегда легче увидеть поэтому рыбы просят чтобы каждого человека был мошпия человек который со стороны не человек его а человек именно со стороны который подойдет к тебе да и скажет тебе как есть он тебя увидит со стороны тебе это может посоветовать и ты это примешь кстати в нашей недельной главе как раз мы это приходим что когда придет машина что будут только мить и отцы не будут люди которые вот только советчики не будут люди которые будут тебя заставлять что-то выполнять потому что не придется заставить потому что ты сам будешь обращаться за советом и ты сам будешь делать пример любая ческий рыбы к нему обращались миллионы людей за советом но не нужно было чтобы выполнить то что он сказал обязательно кого-то с палкой ты сам для себя я принимал этот совет. То есть ты должен сделать себе такого советчика, ты должен сделать себе такого шафета, что шафет будет не только судья, он будет тебе советовать. И ты будешь понимать, что это для тебя хорошо, что это твой принцип. Итак, мы возвращаемся к тому, что всегда есть эффект бумеранга. В тот момент, когда мы кому-то что-то судим, или о ком-то чем-то говорим, знайте, что это может вернуться к нам гораздо серьезнее и гораздо тяжелее. И поэтому будьте аккуратны со своим языком. Мы знаем, что каждый человек попал в определенное положение, может не выдержать то испытание, которое испытывает другой. И поэтому очень важно отметить, что опять же эту фразу «не суди человека, пока ты не станешь на его место». У Всевышнего тонкое чувство юмора. То, что ты видел на других, ту ситуацию он сделает на тебе, но ты уже себя судил. Ты уже дал приговор свой, говоря своим языком. Поэтому, если ты уже сделал такое, ты должен Всевышний сказал, Всевышний, я понял, я был неправ. Как я говорю, я был неправ, я не видел многие вещи. Часто мы это признаем себе, что мы были неправы. И тогда Всевышний, дай Бог, увидит и поможет нам, чтобы нас не судили так, как мы судили. Если ты будешь судить, если ты будешь делать выводы выше, чем ты можешь, если ты будешь искать в человеке более хорошее, то и вернется к тебе это более хорошим. То есть, и Всевышний поднимется над своим судом. То есть, как ты поднялся над судом, над другим человеком, так Всевышний поднялся над твоим судом. И закончить эту тему я хочу историю с Раби Акива. Раби Акива очень интересная история. Никто не знал, что это Раби Акива. И там вот не говорит Раби Акива, потом начали говорить, что это Раби Акива. Итак, Раби Акива пошел работать. Тогда уезжали из семьи, ехали работать за три земель. Да, он уехал работать там на три, на пять лет, я не знаю, чтобы заработать денег. И когда пришло время возвращаться, он пришел к хозяину, говорит, расплатись. Он говорит, там у меня ничего нет. Как ничего нет? У него же там стада, у него там все. Он говорит, у меня ничего нет. Раби Акива ничего не сказал, может, сказал. Встал и ушел. Пришел домой без ничего. Пять лет его не было. Как ушел, так и пришел. Через неделю или две недели приезжает этот хозяин и дает ему гораздо больше, чем он заработал. Говорит, скажи мне, когда я тебе сказал, что у меня нет денег, что ты подумал? Он говорит, я подумал, что у тебя нет денег. Он говорит, как ты мог поверить? Ты же знаешь, что у меня стада и все остальное. Он говорит, я подумал, что ты все посвятил храму. Ты был прав. Он говорит, мой сын меня разозлил, и я не хотел оставлять ему наследство. И я сказал, все, что у меня есть, это храм. И в этот момент у меня не было ничего, то есть я еще не заработал новый день. И когда я заработал новые деньги и передал, тогда у меня было. И поэтому, дай Бог, я благословляю тебя, что как ты судил человека как быков сход, то есть за слугу, так и Всевышний будет тебя судить за слугу. Что бы ты ни сделал, Всевышний будет тебя судить за слугу. Если мы будем уметь оправдывать других людей, находить положительное в них, то Всевышний тоже найдет в нас много положительного. Шаббат шалом, ходыш тоф, хорошего ходыша, и пусть Всевышний уже проявит нашему шефу.